На стадионе Одесской юридической академии начал работу Центр массовой вакцинации населения против коронавируса при активном участии студентов-медиков Международного гуманитарного университета. Территорию для проведения вакцинации выбрали не случайно. В Одесской облгосадминистрации говорят, что благодаря поддержке президента Национального университета Одесской юридической академии, почетного гражданина Одессы и Одесской области Сергея Кивалова удалось качественно наладить работу и подойти к каждому вопросу максимально ответственно. Это обрана категория громадян 60 за и они сегодня приходят к певному порядку по часу для того, чтобы напротив дня пройти тут вакцинацию. Я, конечно, очень счастлива, что Одесса всегда впереди. Очень важно, что именно президент юридической академии Сергей Васильевич Кивалов предоставил эту территорию, потому что каких-то стадионов много, знаете, правильного контакта, правильного взаимодействия. Это получилось именно здесь. Я очень рада, что людям очень комфортно, удобно. Даже подстраховали, что если будет дождь, как бы сделали накрытие. Я вижу, что очень много людей пришли и это очень важно. Центр массовой вакцинации будет работать каждый выходной с 9 утра до 5 часов вечера. Ожидаемое количество прививок за день от 250 до 300. Прививки вакцины Коронавак получат люди в возрасте 60 лет и старше, зарегистрированные в листе ожидания на портале или в приложении ДИЯ. Все они предварительно получат звонок из пункта вакцинации и будут приглашены на конкретное время. На сегодня мы имеем 7800 коронавака, это на 2, и на вакцинацию, и на ревакцинацию. Также ожидаем 9800 Pfizer, будут разделены на половину, это будет вакцинация и тоже на ревакцинацию. И поэтапно будет заходить вакцина, поэтапно мы будем вихедние працювать с программой ДИЯ на таких территориях. В любые дни мы работаем с нашими пунктами щепления и с мобильными бригадами, которые выезжают на районы. Напомню, что с первых дней пандемии на базе университетской клиники Международного гуманитарного университета был развернут и успешно работает Центр по борьбе и противодействию COVID-19, где одесситам и жителям Одесского региона оказывают медицинскую помощь профессора, доктора и кандидаты медицинских наук. Врачи различных специальностей с опытом работы в ведущих медицинских учреждениях Одессы и области. Кроме того, университетская клиника проводит курсы после дипломного обучения для врачей-анестезиологов Южного региона в ковидных отделениях, где их учат, как правильно и безопасно работать с медицинским оборудованием и эффективно оказывать помощь больным. Университетская клиника Одесский медицинский институт Международного гуманитарного университета системно, начи з квітня минулого року, за иніціативою Сергея Васильевича Кивалова, нашого початного громадянного міста Одесси, здійснює заходи щодо боротьби з коронавірусом. Сьогодні на стадіоні Національної юридичної академії, сьогодні був розгорнутий в сучасному форматі майданчик для масової вакцинації жителів міста Одесси, Приморського району. І це дасть змогу безпечну і велику кількість людей надати цю профілактичну медичну допомогу, для того, щоб вони були захищені від цієї страшної хвороби. С самого утря на стадіоні собрались перші записавшіся на вакцинацію. І медики приступили к роботі. Всього за день привили 377 одесситів, при тому, що ожидалось, всього лиш до 300 чоловік. І з кожним днём желаючих получить препарат становиться все більше. Люди кажуть, що вакцині коронавак доверяють, так як вакцині вже знаходиться на утвердженні в Європейському Союзі. Як ваще все проходит? Ви приходите, що далі? Дальше заполняєш анкету, де був лів, що був лів. Доктор робить предварительний осмотр, сверює дані, все, кольчик. Коє вакцині вас вакцинировали сьогодні? Коронавакс, от синавакса китайський. Все дуже чітко устроено, честно говоря, не ожидали. Ми з женою тут. Ми думали, тут буде очередь, столпотворення. Ничего, этого нет. Отлично. Благодаря сіну, він більше інформації знає. Він сказав, що мама, це действительно хороша вакцина, і треба вакцинироватися. Вот ми сьогодні приїхали вдвоєк. Була інформація зарані о вакцині, яка буде пропонуватися к введенню. Ну, эта вакцина сейчас знаходиться на утвердженні в ЕС, поэтому никаких сомнений, идти или идти, не було. После второй дозы, через 21-28 дні, обещали выдать сертификат международного образца, для того, щоб можна було, наконец-то, свободно путешествувати. Начало положено. В будущем планирують открыть такие пункты в каждом районе города і області, щоб всем одеситам і жителям області було удобно добираться. Василий Базовлук, Герасим Олесенков, Телеканал Репортер.